Здарова, друзья! Сегодня мы посмотрим новый ролик своего НДК. Видимо, он новостной, называется «Миньоны для элит» и «Киберкотики». Что это было? Погнали! Популярную игру про котиков взломали, киновселенная Марвел не смешно спотыкается, кто-то проспал новый мультсериал про супергероев из Рика и Морти, Хайзенбергу и Джесси Пингману вас двигнут настоящий памятник, а в космосе нашли огромные летающие головы. Что? Интернет снова прогнулся под пушистыми оверлордами. Свежая игра Стрэй про приключения котиков. Мне кажется, интернет не прогнулся, а такое ощущение, как будто очень запихивают эту игру, потому что ее как будто резко начали форсить прям за день до выхода, прям из каждого утюга. Вот не знаю, я до этого ничего вообще не слышала, буквально там за несколько часов до выхода игры такая «О, котик, все будут играть с котика? Хочу игру про котика!» Все пишут блогеры «Котик, котик!» Такой, что? Котик, что? Где? Котика от независимой студии внезапно оказалась главным релизом «Лето», выбилась в топ из «Тим», стала самым продаваемым тайтлом издателя «Анапур» на «Интерэктив», да и вообще завоевала сердца геймеров и е-геймеров по всему миру. Задумка была очень проста – поженить две популярные темы – котиков и киберпанк, и сделать симулятор кота в постапокалипсисе. Стрей получился максимально пропитанным любовью к кошкам. Там можно драть обои, надевать пакет на голову, сбрасывать вещи с полок, лежать на роботах, гулять… Сразу вспоминаю Марбока. Помнишь, когда у него был симулятор котика? У него были такие маленькие-маленькие лапки, где он ходил, все время чашечки там разбивал. Играть с другими котиками, тереться об ноги и так далее. Только брейк-данса не хватает. А, да, сейчас популярна эта тема. ...этичности внутриигровых кошек, Стрей заполонила интернет с реакцией реальных четвероногих на происходящее на экране. Питомцы максимально усердно следят за геймплеем, а их хозяева устроили, возможно, крупнейшую бесплатную промо-компанию в истории. Кто-то пугается игры, кто-то пытается найти источник миуханья, кто-то не может оторвать взгляд от главного героя, кто-то пытается его поймать или съесть. Странно. И за все это стоит благодарить аниматоров и теперь уже профессиональных пушистых моделей. Изначально с 2015 года проектом занимались всего два человека, известные как Кула и Вив. Позже команда разрослась аж до пяти разработчиков, привлекла внимание издателя и получила название HK Project. Планы были большие, но... Не, вообще выглядит прикольно, знаешь, как симулятор кота, просто такой интересной локацией получается, в яркой... Как будто в киберпанке все происходит. Да, только ты вместо человека котиком бегаешь. Да, как будто ты дополнение к игре, а можешь котиком поместить. А, это как, знаешь, ГТА, можно поставить в воду и ты будешь бегать там мопсом каким-нибудь или петухом. Но рук не хватало. Например, сначала в игре должны были быть люди, но из-за сложности лесовых анимаций их заменили роботами. Попутно из этого решения начал расти сюжет со всякими легкими политическими подтекстами и аллюзиями на того же бегущего по лезвию. Ах да, пять разработчиков было, если не считать кошек, потому что в проекте участвовало еще и пятеро четвероногих. Двое, Рикса и Муторо, коты-основатели студии, послужили вдохновением. Еще два кота, Оскар и Джун, были студийными питомцами и оказывали моральную поддержку котерам. И последняя участница, кошка Лала, актриса озвучания, которая подарила протагонисту свою... Приколь, я так... Мяуч. 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 Чимур мяук. Вдобавок ко всему стартовал мощный поток модов на игру. Сначала, как обычно и водится, игру ломали и меняли модель главного героя на всяких мемных персонажах. Гарфилда, Сиджея и просто смешных собачек. Остается надеяться, что никто не додумается заменить кота на кошек из экранизации мюзикла кошки. А некоторые модеры решили запихнуть в игру своих питомцев или даже питомцев людей из интернета, которые хорошо попросили. Сейчас там наверняка уже очередь из желающих, так что если вдруг вы задумали тоже попросить модеров-волонтеров добавить вашего котика в игру, не забудьте взять талончик. Моча. Моченька. Появилась дата выхода шестого сезона Рика и Морти. Он стартует 5 сентября по нашему времени или 4 сентября по часовому поясу США. Рика и Морти навеки вечны. Спасибо и дал своим, что предупредили, а то мультсериал про Виндикаторов, местную команду Мстителей из Рика и Морти, они взяли и выкатили без анонсов. Ну, Виндикаторы, они же заступники, помните таких? Я помню, я помню, как ни странно, да. Там была какая-то серия отдельно про Виндикаторов, где они там типа с ними путешествовали, и Рик там был как будто их раньше команде, а потом его туда турнули. Да и не сказать, что вы обрели какую-то особую любовь у зрителей, но, тем не менее, про них выпустили отдельный мини-сериал. Никто не просил, но она вышла. Который можно посмотреть меньше, чем за полчаса, то есть, по сути, одна серия, распиленная на 10 частей и выданная за отдельный проект. Эпизод заступников! В качестве разогрева перед шестым сезоном, в принципе, прокатит. Специально для вас я склею эти 10 серий в одну цельную, озвучу все это дело и залью к себе в телегу. Бесплатно! В этом году переводить шестой сезон мы будем, скорее всего, снова под черным флагом с веселым Роджером. И подписка на телеграм-канал СНДК гарантирует, что вы ничего не пропустите. Отбой! Он не боится пиратов! Пока из российских кинотеатров уходят голливудские фильмы и Аймаксы, добивая и без того полуживой постпандемийный рынок. В США, благодаря мемам, гиму и подростки массово пошли на новых миньонов. Я про это слышала. Да, на миньонов. На вторую часть. И не просто пошли, а пошли в солидных костюмах. Да, точно, начали запрещать им. Да, да, кто-то написал в комментариях, вроде, что даже в Казахстане кто ходил на миньонов, потому что даже чувакок в костюме приходил назад разворачивали. Как джентль-миньоны. А ты что там шумели? Недавний Морбиус стал мимом за счет того, что Ветен Танет, даже не собираясь смотреть сам фильм, обсуждал его неоспоримую гениальность, цитировал оттуда несуществующие фразочки и распространял фейковые скриншоты с нереально успешными сборами. Повторюсь, не собираясь смотреть сам фильм. То здесь у нас эффект антимобиуса. Тренд родился из мемчиков, в которых разносортные личности покупают билеты на неподходящие под их образы фильмы. К дате выхода новых миньонов, настоящего высокого искусства, картинки со смешными подписями вышли за пределы интернета и превратились во флешмоб. Народ реально напялил костюмы и рванул в кино, документируя это на камеру и выкладывая в соцсети. Чую, на следующих трех богатырей тоже будет очередь из людей в костюмах. Мы дожили до такого уровня метамодерна, что непонятно. Современным тинейджерам искренне нравятся миньоны, как пусть и придурочная, но родная и уже даже... Я тоже уже не понимаю. ...и они раскрывают это через многослойную иронию? Или вся эта история это вполне обычная ирония? Это кринж или база? Ведь по итогу джентл-миньоны вполне неиронично платят за билеты и делают фильму кассу. Но вообще, какая разница? Ведь главное это веселье, разве кинотеатры не были созданы именно ради такого? Были, но не все, судя по тому, что... Вот, подростки на этих костюмах начали запрещать вход, потому что стало слишком много подростков, получается... Очень плохо, что их много. Походу шумели сильно, наверное, портили впечатление другим людям, кто смотрел. Или, может быть, из-за того, что было много... Мне причина просто странная, если их много. Было много подростков, не могли купить целевую аудиторию, фильм, знаешь, там, родители с детьми. Думаешь, они думают целевую аудиторию? Я думаю, они посрали, главное, чтобы билеты покупали. Что некоторые из них стали запрещать подросткам приходить на сеансы в костюмах. Впрочем, те все равно проносят свою джентль-миньонскую форму в рюкзаках и переодеваются прямо во время сеанса. От Марвел и так нигде не скрыться, а в течение июля по этой вселенной и вовсе случился передоз новостей. Но если выделять самое главное, на Комик-коне в Сан-Диего Фаги объявил... Это, видимо, то, что будет планировать или то, что уже вышло. А, это уже вышло. Уже много из этого вышло. Это, видимо, у них там конкретно по времени. Видишь, весной такого-то, осенью такого-то, что когда повыходит. Четвертая фаза киновселенной, которую все умеренно ругают, уже подходит к концу. Впереди нас ждет много всего нового. И фильмы, и сериалы, и мультики. И все вернется на рельсы масштабности, и эпика, и прочие предвыборные обещания. В пятой фазе будет аж 10 проектов. Вот даже красивая картинка с логотипами. А в шестой фазе, в 2024-м, вообще обещают вернуть Мстителей. Забрались. Шо? Опять? Разбудите, когда они воскресят Тони Старка в качестве зомби. Вы звоните в любое время. Есть ощущение, что все эти анонсы стали уже мало кому интересны. Особенно на фоне происходящего с Марвел последние полгода. И речь даже не столько о последних проходных кинокартинах, которые бежно штампуются на супергеройском конвейере. Сколько о самом конвейере, а точнее о людях, которые за ним работают. Режиссер нового Тора Тайка Вайтити снялся в ролике, где пообсуждал сцену из фильма и посмеялся над плохими визуальными эффектами в ней. То есть он сам снимал этот фильм и говорит, что так срато выглядит? Ты что, не видел, что ли? Я не поняла. А что, она стала супергеройкой? То есть типа его земная женщина. Ну мы просто много пропустили в Торе. Якобы можно было сделать лучше, но по идее это же как бы его работа одобрять, как будет выглядеть его же фильм. Странно. А, нифига себе. В итоге на Тайку обрушилась гора критики, но самое главное, люди заговорили о том, кто и как вообще делает компьютерные спецэффекты для фильмов Марвел. А визуальщики, между прочим, жалуются на ужасные условия труда. Вселенная конечна, ресурсы конечны. На Реддите они начали рассказывать, как из-за диких дедлайнов, постоянных правок и объема работы у тех, кто делает эффекты для фильмов Марвел, стабильно едет крыша. Жестко. Доходит до метания клавиатуры, монитора, увольнений и нервных срывов. Работники этой индустрии называют... Знаешь почему? Потому что по сути в этих фильмах самая важная это графика. И мне кажется, самый большой объем работы. Да, все на них ложится. Да, их плечи, а еще потом еще засирают, что она корявая, и все вообще гервы с ума сходят. Еще важно, чтобы это было все быстро, это конвейер. Да, 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 а объем работы очень большой. Не справишься, мы тебя заменим. У них еще стресс накапливается. Да, и объем работы огромный. Они помогают Марвел худшим клиентам из возможных, несмотря на неплохие деньги и хайповый пунктик в портфолио. На самом деле схема там хитрая. Все эффекты у Марвел на аутсорсе, и есть много разных студий, готовых взяться за проект. Марвел объявляет тендер на разработку определенной сцены, и эти студии начинают бороться между собой, как на анти-аукционе дешевой рабочей силы. За 40 гривен штаны и б***ь. Борются они как раз за возможность поработать с главным игроком на рынке, жертвуя психики своих аниматоров ради красивого слова в резюме. С одной стороны, может показаться, что виноват рынок и алчность студий, но по мантре «спрос рождает предложение», цену назначает все равно Марвел. Это они решают, что эффект взрыва планеты, который пойдет во все трейлеры и будет кульминацией фильма, стоит не хороших денег, а самого выгодного оффера. Сотни баксов? Было сказано три тысячи? Так что, несмотря на горы многообещающих анонсов, на фоне неоднозначной четвертой фазы, периодических скандалов и общей усталости зрителей от супергероики, дела у Марвел могут пойти совсем так себе. А вот у всех же супергероев, но с видом сбоку, то бишь пацанов, дела идут неплохо. Закончился третий сезон, породивший десятки мемных гифок с Зожманом, то есть Лэнсером. Актер персонажа Энтони Старр действительно играет как бог. Его отыгрыш супермена-социопата заслуживает как минимум Эмми. Однако парня снова не номинировали, несмотря на поддержку Кевина Смита и толп фанатов. Но, кажется, популярность мема, основанного на мимике актера, это гораздо лучше и искренне, чем какая-то там номинация на какой-то там Эмми. Я очень рад показать всем меня настоящего. Так что, господин Старр, продолжай пугать человечество своей неестественной, но лучезарной улыбкой. Июль получился мощным сериальным месяцем, потому что тут и флагман Амазона в виде пацанов закончился, и очень странные дела Нетфликса отстрелялись. А теперь еще и лучше звоните Солу, показывает свои последние серии. Сол это приквел о спин-офф Брэйкин Бэда, главный герой которого скользкий адвокат Сол Гудман, он же Джимми Могил, он же Сеня Штяк. Заботит пустяк, спасет Сеня Штяк. Делают его те же два режиссера, что и оригинальный сериал, поэтому он как минимум настолько же хорош, если не лучше. Миллионы снова сказали вкусно. И точка. Они умудрились сделать приквел, который не только не ломает оригинал, но и укрепляет его фундамент титановыми плитами. После Сола по-другому начинаешь смотреть на некоторых персонажей и локации Брэйкин Бэда. А добиться такого бывает сложно, особенно в сериалах, которые плотно вросли в поп-культуру десятилетия назад. В таких случаях нередко можно и промахнуться, как это случилось с анимационным спин-оффом уже самого Сола про детство адвоката. А такое есть? Зачем он был нужен? Кому он был нужен? А что это в воздухе-то нарисована зелененькая? Шестисерийный мультсериал отхватил 2,5 зрительских балла из 10 возможных. Дешевая анимация, отсутствие актерской игры, ужасный звуковой дизайн и в роли вишенки скучный и непонятный сценарий. В первой серии мульт-соло зрители кормят пародии на вестерн со снежками, во второй серии Джимми почему-то занимается экзорцизмом и изгоняет демона из своей школьной учительницы, в третьей всплывает какой-то пират-таксист, а дальше смотреть просто физически сложно. В любом случае, на фоне того, как франшиза Брэйкин Бэда разрастается, Хайзенбергу и его напарнику Пинкману поставили памятник. Да и на минутку не просто какие-то случайные чуваки, а прямо штат Нью-Мексико, где разворачивались события сериала. А, ну так да, конечно сделают, это же как бы туристический объект получается, конечно. В Альбукерке будет стоять огромная бронзовая статуя двум вымышленным оборонам. Возможно, первая статуя торговца котиков в мире. Разумеется, это сделано для туристов, которые неплохо так подпитывают бюджет штата, закидывая дом Хайзенберга пиццами. Сами Брайан Крэнстон и Аарон Пол недавно тоже приезжали в Нью-Мексико, но втайне. Их привезли туда на съемки камео для последних серий «Лучше звоните Солу». В аэропорту их прятали от людских глаз, вывели через черный ход, посадили в фургон без окон, повезли в какой-то AirBnB и велели не выходить из него никуда, кроме как на съемочную площадку. Конечно, значит, с палеца. Четыре дня ребят держали в заперти, максимально напряженно стараясь сохранить секрет, чтобы их появление в сериале было настоящим сюрпризом. Всего спалили. Снимите лучше эту маску. Как вы уже поняли, сюрприз подпорчен, причем самим шоураннером. На одном из фестивалей Питер Гуд во время сессии «Вопрос-ответ» проболтался. Блин! Чуваки, зря столько выучились. Блин, лох, чувак. Нили его длинный язык и так и не поняли, ради чего их в итоге продержали несколько дней в заперти. Фак. Чесси, тебе нужно подписаться на телеграм-канал СНДК. Эй, йоу, мистер Уайт, я уже подписан. Тогда, тогда отпишись и подпишись еще раз. А-а, не-а, мистер Уайт, я никогда не отпишусь от канала СНДК, бетч. Чесси. Прощайте, мистер Уайт. Ну а под конец давайте расслабимся и посмотрим на космос. Как раз новейший и самый дорогой космический телескоп НАСА Джеймс Веб прислал первый пак пикантных фоток Вселенной в высоком разрешении. Последние недели было даже немного приятно смотреть, как интернет захватывает что-то научное и космическое, а не очередной скандал про знаменитости и их деньги. Ах, да. Фотки с Джеймса Веба красивые, большие, увлекающие и подталкивающие к размышлениям. Игра в звездную версию соединиточки древняя забавка. Как будто фотообои на Виндоус. Увидец в космосе видит отсылки на поп-культуру. Например, интернет обнаружил на них кромулонцев из Рика и Морти. Может быть, они прямо сейчас летят к нам, чтобы послушать наш из Гриши диджей-сета с фестивалем и шапом. А что ячок? Ячок. На природе. Это просто умирающая звезда в новости Южного кольца. Не путать с Южным парком. Хотя лицо на ней не заметить сложно. Туманность Карина напомнила людям древо талантов из Скайрима. Возможно, если достаточно долго смотреть на эту фотку, можно прокачать себе двуручное оружие. Кому-то фотки вселенной напомнили об одной из сильнейших анимационных травм в жизни. А еще там нашли главного босса вселенной, который будто спустил его фотку. Кто это, Танос? Типа не видишь? Вот лицо, смотри. А, босс. А, нос. А, бровь. Ничего себе. Офигеть. Успел обернуться. Камеру вырубаем. Не понимаю, как он в таком хорошем качестве получился так фотографии сделать? Такое ощущение, как будто они потом на компьютере домоделировали. Не-не-не-не. Неужели так можно? Там, короче, делается очень много снимков, кусочков. И потом оно все склеивается в одну большую картинку. И реально там качество такое, как будто, знаешь, обои в ультра 8К, высокое HD, разрешение качества получается. Нет, там может быть и будет, да, там 8 ультра HD, 9000К. Слушай, вообще прикольно, реально, это же получается, насколько далеко это все снято. Это же какие-то маленькие кружочки всей этой галактики. А это вообще что-то... А что там вообще может находиться? Я думаю, существует все-таки жизнь где-нибудь еще. Я тоже думаю. А почему мы считаем, что такая вот уникальная Земля? Да, если учитывая, что такие сумасшедшие размеры Вселенной... Совершенно она, конечно, другая, не такая, как у нас, но... Да, может, совершенно по-другому. Я думаю, она существует. Ну, что-то такое разумное. Да. Вполне себе. А может быть и разумное даже, да. Да, может быть, а может быть даже суперразумное, которая посмотрела... А может быть же разумнее, чем наши обезьяны. Нет, в смысле чем мы, чем люди? Чем мы, в смысле, да. А, в этом смысле. Может быть, наоборот, они, знаешь, такие посмотрели. У них где-то есть такие суперприборы, такие... Земля. Ой, там еще они такие неразбитые. Господи, точно не полетим к ним. Некробы эти живут. Нахер надо, ужас какой-то, позорище. Позорище, да. Если не прибьются сами себя. Ну и все. В общем, такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Хм, сложный выбор. Хм, сложный выбор.